Итак, всем привет, с вами Довгай, продолжаем играть за Британию в ПАГС Британии И в прошлой серии мы тут начали разбираться с Акрисом автоматизации И очень активно запускаем ракеты Потому что нам нужно как раз таки захватить нашу орбиту, собственно говоря Россия тоже запускает постепенно, я думаю, что-то Но я не знаю, насколько активно и насколько мы впереди или насколько сзади Но в теории мы прям очень-очень плотно запускаем Так что должны быть достаточно впереди И во Вьетнаме у нас тут вьетконговцы решили строить войнушку Но я думаю, мы их остановим Наши ребята здесь сами не могли пробиваться, но я думаю, с нашей поддержкой смогут Итак, встреча в Дюнах, смотрите-ка, это короткий тот ивент Они прибыли в палаточный лагерь и там скрывался Лоуренс Они его нашли Так, я не очень уверен, кто это Пристрели Нет, давайте как-то ждем старого призерка пустыни Кто это такой, давайте узнаем И он говорит, никогда снова Он вспоминает А, ну короче, у него ПТСР и И в общем-то не хочет воевать больше Мы вот давайте порубьемся сюда Сейчас получим здесь снабжение таким образом Подождем, пока оно начнет работать И после этого допущим, я думаю, плюс-минус Так, кстати говоря, начинается имперская конференция Палитки нам дают, там просто сыпет и сыпет И пошли ивенты на этой конференции Так, ага, ага Больше автономии, либо наоборот, нет Нет, они должны строго следовать мандатам короны Или путь проклито-британское государство Но и есть британское государство Мы должны проклинать себя А Исландия просит защиты от имперской Британии Но мы будем защищать Исландия отвергает нашу предложение Да, ну короче говоря, по ощущению здесь что-то Не то написано везде Но без этого никуда Однозначно Так, все, это у нас фуксор блокирует Сейчас у нас появится снабжение здесь И сможем его пушить А вот оно и есть Поехали в атаку И смотрите-ка, помолка принцессы Марии Она как раз таки дочь покойного императорского величества Георга V Она женится на галатском бисептене висе ранее Ну да, она могла выбрать реально кого-то более королевского И у нас появляются женские рабочие места Плюс тысячи людских ресурсов каждую неделю Теперь у нас будет формиться потихоньку Отлично И теперь смотрите, можно взять себе Либо частные, я так понимаю Телекраны, либо наши государственные Ну конечно же государственные надо брать Здесь еще 0,5 стабильности будет нам дано Еженедельно Так что мы будем ее выкачивать потихоньку Думаю тоже это надо взять пораньше Это нам не сильно интересно И что нам еще надо будет? Нам нужно будет раз выкачать, два выкачать И что-то из этого тоже третьего выкачать И мы сможем взять вечный аппарат пропаганды А значит, что как только мы заберем здесь самое интересное Наверное мы еще возьмем себе вот это Скорость, количество фабрик в регионе тоже важно Хотя, блин, 4 темпа исследования тоже солидно Но оно пропадет Так что я думаю надо брать вот это, но не сейчас Наверное что мы сделаем? Наверное мы пойдем сюда, потом Шахты откроются Четыре фабрики Потому что все равно пройдет, а грамотность терять Неинтересно, фабрики-то сохранятся Потом люди не нужны Потом делаем здесь все Потом выходим вот сюда и в аппарат Я думаю такой у нас будет путь И потом, конечно же, мы просто качаем военный фокус Потому что у нас здесь тоже на самом деле они интересные Здесь вот дается плюс концерн Потом, самое важное У нас вот здесь вот дается два года опережения истребителей То есть мы истребители 39 где-то в 37 уже закончим Примерно и начнем их производить 38 может, ну где-то там В общем-то Здесь у нас вариант пойти в землеходы То есть обычные танки Либо в пехоту сильную Мы пойдем в сильную пехоту с артой Видите, здесь арта покачается То, что нам надо Затем по флоту у нас можно пойти во флот авианосцев Но на самом деле здесь размер палубы плюс 0 Легендарный этот классический Так что делать мы это не будем Да, но сюда вот в принципе пойдем Хотя факт, нам ни то ни то не нужно Мы все равно выкачаем фулл доктрину И мы все равно выкачаем как бы все, что нам надо И так Тут у нас и так самое большое То есть нам строить его особо не надо Я сейчас строю пока только конвои Потому что у нас есть огромная скидка на них на самом деле В 25% Представляете, это ну Это очень много Поэтому я их настрою, наверное, по тысячу там Этого хватит Потом начну строить скорее всего подлодки Можно будет единственное исследовать следующие подлодки Потому что подлодки достаточно важно апаются Видите, заменность 25, заменность 19 Это очень большая разница Потом вообще 14 То есть это я бы хотел сделать, но пока что потерпим Это все потом Но уже можно поставить себе всех ребят на опыт армии, пожалуй Потому что нам все это в принципе нужно И во Вьетнаме мы войну закончили Можно возвращать эту армию Пожалуй вот сюда Потому что я помню из прохождения Франции Что вот здесь вот восстает вот этот аллажир Так что давайте-ка сюда мы нашу армию и отправим Там дальше посмотрим, конечно Итак, будущее Инда Китая Смотрите-ка, можем разделить их на государство Сотелите, либо под прямое управление Ну терять политика и поддержку войны я не особо хочу Так что, ну, разделиться и разделиться Чего бухтит-то Как бы Ну и ладно Итак, имперский телекран готов у нас Протестуют против нашего решения Политку нам душат И немножко раз эффективности Ну, чуть неприятно, но мы потерпим Зато у нас, собственно говоря Неплохой баф появился И смотрите-ка, что нам теперь надо Вот сюда мы идем, да? Да люди не нужны, пожалуй Поехали Поавторизация это будущее Потом у нас шахта открыться Давайте И не забываем продолжать запускать ракеты Вот смотрите-ка Теперь они поддерживают наше решение Как раз таки о том, что автоматизация это будущее Ну, логично И теперь мы идем в шахту открыться Да И, как я и говорил Потихоньку будем сейчас исследовать флот Тоже Но установят подлодки Ну и, возможно, немножко тут какие-то орудия Но это уже второстепенно Потому что, как я и сказал У нас флот самый большой И никто не сможет построить себе Что-то, что победит 30-40 линкоров Ну, 30 линкоров 9 линейных рейсеров Вот 20-ка тяжелых 20-ка легких Понятно, что они не самого лучшего качества Но уже достаточно У них вот вторые орудия Три штуки Куча тяжелой атаки Так что солидно В Италии закончилась гражданская война И вот эта страна, которая поддерживает Францию В будущем победила В принципе, ничего нового Ну и мы потихоньку запускаем ракеты Отлично И подлодочки тоже сделали Отлично Вдвойне Видите, запустили одну ракету Сразу же запускаем вторую Не тормозим Потому что я не знаю Насколько далеко Россия взошла В их испытаниях И рашим подлодки третьи Потом зарашим шноркели И будем нереально Подлодками фармить все Потому что стран очень много Конвоев у них будет очень много Душить их можно очень сильно Подлодки наши Будут, я думаю, непобедимы Потому что, ну Наш надводный флот тоже отличный Как бы И именно по конвоям надо работать Надводным флотом слишком дорого По конвоям по топливу работать И меняем все наши вот эти дивизии На наш основной пехотный шаблон Параллельно, я думаю, можно в принципе будет Господи, эти иконки очень Мешают Параллельно можно подзаказать еще, я думаю, пехотки здесь Шахты мы открыли Супер И теперь у нас люди не нужны Нас, хотя говорят, тоже в этом поддерживают После этого Так, северной пакт Россия и Франция Дружат Не слишком радостно для нас Но этого было не избежать О, смотрите-ка И на Балканах началась Великая Балканская война Земля, обзненная в огне Я даже не знаю, кого нам стоит поддерживать По ощущениям нам без разницы Так что броши, я думаю, никуда не будем отправлять Пускай справляются сами Как бы У меня решений нету там Значит, интересы у меня как бы там не совсем И не совсем какие-то даже есть Пускай справляются А вот и оно, то, о чем я и говорил Война вот здесь вот с Алжиром Но Мы к этому плюс-минус готовы Поэтому давайте-ка Занимаем позицию И будем сейчас Атаковать Еще можно сюда Вязу привезти Так что Истребители И бомбардировщики Вылетаем Смотрите-ка Ужас на площади Беркли Мм Странная репутация Сверхестественного характера Давайте отправим Офицера на его поиски Посмотрим, что это такое Как-то зловеще Что-то нам Хотят артиллерию дать Да я не против Надеюсь, тяжелый Но, к сожалению, здесь нет тяжелой артиллерии И расцветование О, это что-то очень Мало походящее на человека Смотрите-ка Причин смерти неизвестно И На стебле покинули Темные фигуры И звуки шагов на чердаке Глаза Язык И уж отсутствовали В доме Их нигде не нашли Звучит очень любопытно Не знаю Тут ссылка может Какому-то фильму Еще чему-то Либо просто Какая-то фантазия автора Но Звучит любопытно Это французский фронт Алжира Пал Потому что я взял Алжир Так, надо же решение Поддерживать То, что люди не нужны Супер И теперь Как я и говорил Мы, наверное, пойдем Просто вот сюда Т5 Еще фабрика региона Нам прямо сейчас не нужен Да, грамотность Пускай падает попозже Поехали Фактически фокусы делать И можно модифицировать Еще немного экономику Кстати говоря Очень мне не нравится То, что видите Вот здесь подсвечивает Что можно поменять А здесь нет Типа Я бы хотел узнать Что можно поменять Уже экономику Ну ладно В любом случае поменяли И война гражданская Кончилась Супер По-моему Нам больше нигде Особо не понадобится Здесь в Мороке Кстати говоря Идет война С Испанией Давайте оставим Эту армию здесь Потом это станет Испанской территории Скорее всего Следовательно Нам нужно быть Готовым к этому Ракеты все запускаются И у нас Наконец-то Каид-компания Вам должна быть Посмотрите-ка Что мы еще можем Суб-звездные корсары Понятно Что это Нам нужно каид-компания Чтобы орбитальные Исследования сделать Так что давайте Каид-компания Следуем А пока что Запускаем все как есть В России Кстати говоря Выела спутник Они впереди нас Нужно спешить Так, используйте Частье Марокко Мы можем забрать Себя Гдыню И Рио-де-Ора Так как Гдыня и Рио-де-Ора Это что? Это вот это Да, соберем Потому что Потом их не надо будет Захватывать Меньшую территорию Для атаки на испанцев И я думаю Нам еще знаете Что нам еще Сейчас девять Отправить вот сюда Так же Чтобы здесь В Испании Продвигаться Потихоньку Как у него Вернее под кем? Наверное Вот под этим Парнем что ли Давайте да О, и мы завершили Никарагуанский канал Минус 3 ТНП Приятно Ну а Испания победила Марокко В принципе Не удивительно Но Не думаю Что ей это Как-то поможет Мы Я думаю Достаточно быстро Сможем пробиться Вернуть Марокко Под наш контроль Ну как вернуть Ну Всегда Понятно Что Марокко Должно было быть Британское Я думаю Здесь нет сомнений Так что конечно же вернуть Смешно смотреть На двойных агентов У которых нет Второго гражданства Как бы И ты двойной агент На кого? У нас ты двойной агент Типа да? Это ты еще на кого-то Работаешь или что? Тичь не знаю Вон политические связи Стоимость повышения агента Ну невероятно Просто Верки конечно 10 из 10 агентов И давайте Сразу уже закончим Нашу дивизию Будет она выглядеть Вот так Да Не хватает людей Но это временно Надо будет повысить призыв Еще на спауне Там по 1000 И я думаю Будет хватать Так что Пока что так Чтобы они просто Дотренились до левела Побыстрее Итак смотрите Ко мы по политическим фокусам Сделали нового британца Можно пролетовать Социалистическую угрозу Но я не вижу зачем Так что идем В вооружение полиции Потому что это даст нам Уже стабильность 15 Ну 10 потом уберут Но это потом Потом наверное Кстати на фокусы Нам сели Примерно без разницы В каком порядке Ну и затем уже здесь Начнем наверное С фабрик Потом сюда Потом сюда И сюда И уже под конец И мы уже запускаем Каюту экипажа И судя по всему Это принесет нам победу Нам нужно и то и то сделать Вообще возможно не принесет На всякий случай запустим А успешный запуск Но при этом мы не вывели Человека на орбиту Хотя как бы вроде вывели Странно А нет вот Первый человек на орбите Первый британец на орбите И мы победили Вот так ребята Опаздываем Опаздываем Потом просто запускаем Человека на орбиту И мы победили В орбитальной войне Вот так И кстати говоря Я бы уже начал Нашим агентам Вести здесь пропаганду На минус стабильность И минус поддержку войны Потому что Но почему бы нет Заранее начнем К войне У них будет уже Поменьше и того и того Это достаточно полезно И мы Успех получили В парламенте Точнее Хотя да В парламенте Все правильно Там написано На парламент И потихоньку Мы доходим До всех наших Самых важных Законов И фабрикс Говоря Мы уже О смотрите Как много построили 45 год Февраль Я думаю Мы очень скоро Начнем строить Военные заводы Хотя в принципе Давайте уже Сейчас начнем Потому что Слотов все равно Не так много Я вижу Что мы уже Под застраиваемся Плотно Так что Начинаем уже Это так Мы потеряли Некоторые документы Об оружии Которые потом Совершенно случайно Могут попасть В чужие руки Но мы конечно же Об этом ничего Знать не будем О и в Балканах Антанта пала Просто в Балканах Соткопил новый порядок Югославия Победила Я так понимаю С Венгрией Она была вместе Или что Или с Румынией С Румынией наверное Ну не знаю Нам это в плюс или минус По-моему никак Так опять успех И мы мобилизовали Побольше людей Теперь у нас Потихоньку Людские ресурсы Должны пойти в гору И дивизии Тоже пойти в гору И мы так же Параллельно Видите здесь И следуем К истребителям Идем новым И к стратегам Да и к штурмовикам В принципе тоже У нас появился Новый модуль Модуль Звездных исследований Но он всего лишь Вежитность неудачи Просто сделал ниже Я думаю Мы будем получать Больше Исследований Это было бы интересно У нас и так Неудачи Ноль считайте Так что Ну это Конечно Не так интересно И мы скоро Доделаем Новые подлодочки Супер Можно было еще Делать вот это Но я думаю Это уже будет Слишком Большие инвестиции В то что нам Не так сильно нужно У нас улучшилось Экономическое здоровье Это по моему Вот здесь вот Да Мы перешли вот сюда Слушайте Это вообще солидно Плюс 15 Скорости постройки Ну а так Военных заводов нет Но в любом случае Плюс базовых 5 И плюс 10 Эффективности Это очень солидно И с нашими Новыми подлодками Можно уже Начать их Производить Конечно же Перед этим Их сделаем Забавно Что они стартуют С не обновленными Движками Ну и заряжаем Конечно важно было Ротары поставить Но я считаю Это слишком обузно Во-первых Во-вторых Я думаю Наши корабли Так иишки Находить не будут 12 заметности Так что Делаем вот так Вот так И начинаем Клепать Прекрасные подлодки У нас проходит Марш на миллион Человек Черный рубашечник И Как чернорубашечники Привыли военно-снаружение Им помогали Третья лица Мы проведем Официальное расследование По этому поводу Обязательно А тем временем Мы разоблачаем Реальный заговор Реальные дела Ребята Чернорубашечники Это не так интересно Как социалистический Заговор я считаю И этот парень Обращаться с нацией Мы делаем то Что должно быть сделано Я надеюсь Да 100% 100% Закон национальной безопасности Нужен всем людям Кстати говоря Так Кровь То есть испытание Господи Да-да-да-да-да Отличное испытание И мы делаем эволюцию Вооруженных сил Потому что у нас уже 150 опыта Нужно накопить еще До второй сотки Ну 200 опыта И мы сможем еще одну эволюцию сделать Если мы это делаем К началу войны Будет вообще супер Я думаю А вот и поддержка Со стороны правых Конечно Они поддерживают Супер И блин У нас на самом деле С топливом Прям Ну так себе Да У нас максимальное потребление 33 тысячи А у нас Прирост Ну 6000 Как-то не хватает Благо у нас конечно Есть откуда его покупать В этом моде Много топлива в мире Но надо как-то подкачать Техи И так Триумф воли Авотюра окупилась Долгий и чернистый Чернистый Господи Чернистый путь Отлично И Левый у нас Просто полностью Задушенный Безопасный Британия Беспечная На какой ценой Прекрасной ценой Абсолютно прекрасный Так И мы теперь идем В вечный аппарат пропаганды Кстати говоря Мне что-то напоминает Фильм про Легендарного Анонимуса Так сказать Если вы понимаете О чем вы Тем не менее Давайте Максимум фабрик Плюс 5 Звучит как то Что нам надо На самом деле Так что идем сюда И так Все готово Можем либо делать Автомодизацию Службы нации Как я говорил Это не сильно интересно Да Типа У вас в развитии сети Это типа Приятно Поддержка Но это все пыль Скорость третий Кстати тем более пыль Потому что Слатов столько просто нет А вот это Это прям сила Особенно атака Плюс 15 Скорость атакующих Это прям солидно Ну и конечно Блин Еженедельные юридские ресурсы Стретий с половиной Фактор военобездного 5 Да и время подготовки Это все очень классно Для военки Поехали Кстати говоря Эти 5% дали Но только один слот Вот здесь вот Забавно Может потом еще что-то Получится получше Но пока только так Промышленные чертежи Мы украли шифрование Ну слушайте Не самые плохие На самом деле Начинают немножко Красть что-то Кстати говоря Я тут подумал Если вдруг Вы думаете Что это самый сильный путь Я его беру Нет Самый сильный путь Это вот этот На 15 макси эффективности Это прям Ну это прям база Это прям очень сильно Вот Плюс-минус Вот это бесполезный путь Вот так сказать Говорят тоже интересный путь На 5 лесных ресурсов Тоже классно И 20 мтм исследовать То есть Я думаю Самые сильные пути Это вот эти 2 Плюс-минус Ну и конечно Там еще есть Вот этот Который дает Тоже кучу Лесных ресурсов И организации Тоже интересно Ну и я еще не знаю Что здесь Может здесь тоже Какие-то интересные вещи есть Но я все это не изучал Может там тоже Что-то было крутое Но Мы уже там ничего не получим И есть Вечный аппарат Пропаганда готов У нас Мэксэхитина Чуть-чуть понизилась Но у нас Терри ТНП Минус 3 Если говоря Эти три Получается нам не так Что и были нужны Оказывается Тем не менее Мы значит Освободились от всего У нас уже нет Кризиса автоматизации Шикарно В принципе Мы все вот это Уже не можем взять Но как я и говорил Мы самые важные вещи взяли Остальное Нам не так нужно Можно в колонии Все репети Но факт в том Я думаю Что Это все не так интересно Как взять Черт возьми Нормальные бафы Вот здесь вот Так что давайте Идем в модели истребителей Мы уже скоро Это доисследуем Начнем исследовать Следующие Вот И потом У нас земные И потом уже Конечно И флот останется Но здесь где-то Уже начнется война Пожалуй И добавляем Госпиталь Нашей дивизии Потому что Мы воюем Как раз таки Пехоткой У нас людских ресурсов Да С одной стороны Многое Из-за того Что нас Прибывает Вот так вот По три с половиной Но все равно Не так уж Что и много Все еще Ограниченным У нас Пуллмэн Павара И мы воим Только одной пехотой Под авиацией Так что Стоит это поставить Должно Я думаю Это нам помочь И мы уже достроили Все военные заводы Теперь начали Обстроить радары Причем я думаю Наверное Давайте сначала Инфраструктуру построим А потом уже будем Радары И вот у нас Истребители Треться седьмого года Появляются В тридцать шестом Середине Отлично Это вот видите Это Вот эти прекрасные Бафы на исследование На самом деле Постарались И теперь мы Полностью переходим На их производство На всех наших Военных заводах Которые у нас Можно освободить Мы Всех освобождаем В угоду Наших истребителей Так Реформа вооруженных сил Пошла Левиные когти Давайте-ка Идем сразу Сначала В авиацию Кстати говоря В идеале бы Под этим бафом Тоже исследовать Но уже ладно Типа мы Несколько дней Потратили на исследование Первого Без этого бафа И Франция Объявляет войну Британия Что-то типа Интеграции Австрии Только военные Я бы сказал Да Ну что ж Мы Этому никак Помешать не можем Так что Пускай Но нам еще Надо 100 опыта Получить Чтобы реформироваться Кстати говоря Реактивную артиллерию Делаем Ну как бы Классический билд Через вторую доктрину Арта Реактивная арта Куча арты В дивизиях И просто продавливаем Бота под авиацией Ну и Британия Пала Является ли это Прелюди к более Серьезным действиям Однозначно да Инфраструктура Достраивается Все таки Я решил сначала Построить ее Потому что Это чуть выгоднее Радары ничего Не дают в мирное время Инфраструктура Хотя бы дает В целом да Пока что у нас Еще видите До следующих фабрик Далеко И мы Брали Расшифрование Господи Ну а можно было Что-то поинтересней Видимо нельзя И, кстати говоря Поддержка войны Капнулась Как стабильность В минус 20 Ну ладно Это пока Начнется война Будут еще бомбардировки Конвои родятся Все еще придет Следующая техка Будет через сколько год А мы текущую Исследовали Это в этот момент Так что давайте Сейчас Займемся Еще новыми Военными заводами И потом уже вернемся К снова К инфраструктуре Ну что ж Я думаю На этом можно Подзакончить Текущую серию Мы уже Просто нереально Застроили Британию У нас Сколько? 84 военных завода А, кстати говоря Прекрасно не у что Франция Франция 64 То есть Франция мы уже Победили Промышленность и Россию Скорее всего Где-то наравне Но Германия Мы не знаем Хотя это союзник Забавно Действительно Очень что-то Занерфленные Разведанные На самом деле Очень мне это Не нравится Хотя бы Примерно Мы должны Видеть Как бы Как минимум Родить Так сказать Интереса Вообще Как мы Больше Мы меньше Вот В любом случае К войне Мы построим Неплохую авиацию Это и будет Наш основной Порт В принципе Плюс Пехота Будет Как бы Эту авиацию На себя Байтить Ну как бы Давайте Давайте места Для атаки Авиации Мы постараемся Максимально быстро Забрать Марокко И эту армию Перебросить Не знаю Либо в Испанию Либо в Германию У нас плюс Одна армия И так вот Здесь вот ждет Она будет Помогать Германии Однозначно Германия Не справится Сразу с набором Италии Франции И Россия Скорее всего Мне придется Сдержать восточную Границу Либо южную Но южную Скорее всего Нет Здесь горы Хотя бы Если говоря Как в этом моде Отвратительно Сделан ландшафт Здесь абсолютно Не видно Что за территория То есть вот Что это холм Это горы А это А это холмы А это равнина Все выглядят Одинаково Очень мне это Не нравится Ну ладно Это уже так Мелочи Вот с вами был Такая ребята Подписывайтесь Если вы еще Друг не подписаны Лайки Комментарии Все ребят Как обычно И до скорых встреч Пока